Свалка возле мусорной площадки уже выше человеческого роста. В машину грузят ветки и стволы деревьев, строительный и крупногабаритный мусор. Среди прочего детали старого дивана и кресел. В течение часа в двух машинах уже нет места. Весь хлам с двух точек на улице Заводской собран. Еще на восьми адресах техника работает. Все они в Трусовском районе. Сегодня у нас запланировано проведение дня числоты в четырех микрорайонах нашего района. Это АЦКК, микрорайон Новолесное, завод Лейный микрорайон и микрорайон Третьего интернационала. Зачищаем не только контейнерные площадки, но и случайный мусор и ветки, которые у нас лежат на муниципальной территории. Погрузку осуществляем при помощи этой техники, как я вам сказал ранее. Планируем вывезти максимально. День чистоты в Трусовском районе организовали по поручению исполняющей обязанности главы администрации Астрахани Марии Пермяковой. К наведению порядка подключили и местный бизнес с управляющими компаниями. Те, в свою очередь, предоставили необходимую технику. Например, вот эту стихийную свалку на проспекте Бумажников зачистили общими силами. Мы сегодня в районе ЦКК зачистили одну несанкционированную свалку. Это действительно очень важно для нас, для жителей города, для нашего района. Хорошо, что сегодня администрация Трусовского района, администрация города Астрахани как раз и сделала такую акцию, когда все неравнодушные жители, представители бизнеса, представители каких-то организаций могут поучаствовать именно в совместной акции. В этот раз в течение дня с 10 адресов вывезли около 400 кубометров отходов. Пока техника зачищала свалку в соседнем дворе на проспекте Бумажников, десятки жителей многоэтажки взялись за кисточки. Буквально за один час лавочки возле подъездов получилось обновить. Работы вели под руководством управляющей компании. В следующие выходные районные власти Правобережья намерены вновь провести субботник. Впрочем, нести свой вклад в наведение чистоты может каждый астраханец. Для начала достаточно не устраивать свалки у собственных домов. Виктория Соколова при поддержке Пресс-службы администрации города, Центр новостей.